Всем привет! Для того, чтобы сделать эту поделку-рукоделку, мы с мужем отправились на новогодние каникулы на море. Насобирали коряк. Они высушены морской водой и очень легкие. Но перед тем, как что-то из них делать, я все эти палочки промыла в тазике с водопроводной водой, а затем высушила в духовке на режиме конвекции. Вот сейчас они очень легкие, сухие и вся живность в этих палочках уничтожена под воздействием температуры. И обязательно после этого нужно вымыть духовку, иначе ваши пироги будут пахнуть в дальнейшем мокрым деревом. Для этого я всегда использую вот такое средство для очистки плит от компании Вандерлаб. Мне оно очень нравится и я плиту всегда мою или вот таким более жидким эко-средством, или есть еще более густая форма эко-гель. Его достаточно нанести на грязную поверхность. Кстати, запаха практически вообще никакого нет, потому что это средство сделано только из натуральных компонентов. Это каустическая сода и биомикрогели. Биомикрогели это разработка наших уральских ученых, которым я очень доверяю, так как я сама с Уралом. Это моя родина. Нанесли средство, оставили на 5-10 минут, затем протерли влажной тряпкой или губочкой и насухо вытерли полотенчиком или тряпочкой. Все очень легко. Ссылочки оставлю в описании к видео. Плита вымыта, палочки приготовлены, высушены и сейчас приступаем к поделке. Я сначала хотела сделать звезду, но когда разложила палочки в виде звезды, мне эта идея не понравилась. Поэтому я отказалась от звезды и начала делать сердце. Из картона вырезала половину сердца, это будет половина шаблона. На старой ненужной клеенке, которую я выброшу потом после этой поделки, рисую форму сердца. И прямо на этой клеенке по контуру выкладываю палочки, подбирая их по размеру. Выложила по контуру и склеиваю их с помощью термопистолета. Сначала я хотела сделать сердце в виде венка, но потом увидела, что у меня достаточно приличное количество палочек. И решила заполнить палочками поверхность полностью, чтобы получилось такое панно. Когда я собрала сердце, то очень старалась попробовать добавить еще какой-то природный материал. Но что я только не добавляла, не примеряла, почему-то все кажется здесь лишним. Единственное, что мне здесь понравилось, это как смотрится на этом сердце мох. Поэтому я беру жидкие гвозди. Да, сейчас я уже мох приклеиваю на жидкие гвозди. Во-первых, для того, чтобы укрепить нашу собранную сердечную конструкцию, все-таки клей из горячего пистолета является временным фиксатором. Поэтому я дополнительно все стыки промазываю сначала жидкими гвоздями. И сверху к жидким гвоздям прикрепляю мох. При таком способе приклеивания наше сердце будет очень-очень долго нам служить и радовать нас. И чтобы сердце еще было крепче, сбрызгиваем на несколько слоев лаком и с баллончиком. К моему удивлению, когда сердце высохло, то палочки побелели. Видите, какой эффект получился? Мне он даже очень нравится. Наверное, выделилась соль морская на поверхности. Сейчас делаем крепление для того, чтобы подвешивать наше панно. Вкручиваем вот такие кольца. Отверстия для них заранее я просверлила. За эти кольца я прикреплю цепь. Вот только цепь у меня золотая, а кольца серебряные. Нужно все перекрасить. Например, черными акриловыми красками. Почему бы нет? Цвет можете для себя выбрать любой другой. Еще у себя я нашла вот такую надпись «Любовь» и тоже ее перекрашиваю. Осталось прикрепить цепь к вот этим вот колечкам. Это делаю с помощью двух плоскогубцев. Долго сомневалась, приклеивать или нет эту надпись «Любовь». Все-таки решила приклеить. И вот результат моих трудов. Я считаю, что это куда гораздо лучше, чем магнитик на холодильник. Получилось и украшение для дома, и память о нашей зимней прогулке по берегу моря. Пока это сердечко покрасуется на моей кухне, она доест, поедет на дачу. На этом все, мои хорошие. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok